Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Без протокола» и сегодня у нас в гостях специальный гость. Это Руслан Калинчук, миссионер. Здравствуйте, Дмитрий. У нас, опять же, очень важная тема. Я думаю, что она настолько большая, что ее можно обсуждать и не раз, и не два, и не три. Это конкретно понять разницу между нами, православными, и католиками. У нас в Украине очень много религий и так далее. Для того, чтобы люди, в принципе, хотя бы понимали, чем одна религия отличается от другой. Мы, если брать самые основные, это у нас православие и католицизм. Давайте все-таки разберемся, в чем же разница. Если мы посмотрим в историю, то можно найти очень много негативных примеров. Например, если брать католиков, то мы сразу можем наблюдать инквизиция, мы можем наблюдать захват других территорий, колонизацию Америки, геноцид народов, которые населяли эту территорию. Опять же, если мы смотрим дальше, то мы видим тоже очень негативные тенденции, потому что и фашизм тоже, он, по сути, родился на территории Европы, которая исповедовала именно католическую точку зрения на мир. И вот объясните для обычных людей простыми словами, в чем главное отличие всего этого, чем отличается православие от католичества? Для того, чтобы понять католицизм, папство, надо понять то, в каких условиях католицизм формировался, как он взвращивался, в какой атмосфере политической, экономической, социальной. Католицизм – это все-таки атрибут западного мира. И дело в том, что в отличие от, например, Востока, Запад никогда серьезной философии не знал. Что знал Рим? У Рима был очень такой серьезный институт, который дошел и до нас. Это институт римского права. У нас сегодня действует правовая система, которая корнями уходит туда. Еще в законы там 12 таблиц римских. И Рим не знал действительно серьезные философии, но зато знал серьезные права. Представьте себе, что вы живете в Европе где-то в средние века, и у вас рождается сын. Вы хотите дать ему какое-то будущее, для этого вы должны дать ему образование. Образование в те времена – это только монастырь, это церковь. Оно всецело в руках церкви. И для того, чтобы ваш ребенок научился читать, писать, и философии, и риторики, вы дете его, вот эту монастырскую школу. Язык науки того времени – это латынь. А это сейчас учат читать так, когда ребеночка садят перед букварем, и вот учат. Аз, буки, веги. А в то время говорили так, вот давали текст, вот это слово означает то-то и то-то. А видишь, через несколько срочек, это же слово, но с другим окончанием. Это падеж. И вот таким образом учили языку. Происхождение этих текстов на латыни откуда? Их авторы, там, Цицерон, Вергилий, да, древние римские, там, известные риторы, философы. Но дело в том, что они не только известные риторы, это в первую очередь судебные адвокаты. Поэтому ваш ребенок, когда вы его отдавали на обучение, он сразу же погружался в мир юридической логики, в мир права. Что регулирует право? В первую очередь общественные отношения. То есть фактически католики – это юристы, если вот так вот разобраться. То есть они вот даже, если они могут не иметь юридического диплома, но фактически по умолчанию у них всегда вот юридическое мировоззрение. То есть всегда есть судья, то бишь Бог, всегда есть прокурор, то бишь священник, и всегда есть подозреваемый, то бишь обычный смертный. И вот в этой парадигме, я так понимаю, они и мыслят. Да, поэтому, если вы попытаетесь читать какого-то известного богослова средних веков католического, будь то там Монсельм Кантерберийский или Фома Аквинский, у вас однозначно возникнет ощущение, что вы общаетесь с судьей, либо с прокурором, то есть с человеком, который имеет отношение к какой-то юриспруденции. Но опять же, по римскому праву есть такое понятие, как сделка со следствием, когда человек признает свою вину, и якобы ему меньше прокурор ходатайствует перед судьей, чтобы ему не так много давали. Вот это и есть вот та самая индульгенция, которую подозреваемый покупает, получается, у прокурора? То есть это получается такая интересная взятка именно прокурору, если в формате юриспруденции разбирать эту ситуацию, правильно я понимаю? Да, то есть, по сути, обвиняемый, то есть грешник, уплачивает некоторую сумму папе римскому, то есть прокурору ходатаю. Ну не напрямую, а через посредника, потому что папа римский – это условно генеральный прокурор, а вот этот получается либо областной, либо районный. Да, да, да. И получает некоторые отпущения, наказания за грех. Это и собственно суть. То есть, в принципе, коррупция у нас в прокуратуре, она идет еще корнями с римского права. Потому что вот с учетом, если брать римское право, опять же, если грешник, он получается через священника, через получается прокурора, ходатайствует прокурор перед Богом. То есть получается у нас уплата денег прокурору, она имеет, знаете, такие исторические корни, правильно понимаю? Ну, было бы, наверное, некоторым таким обобщением сказать, что именно из римского права, потому что коррупция существовала и в Египте, и в Вавилоне, но все-таки... Но так красиво, по-моему, ее не легализировали. Да, вот в таких вот богословских таких вот формах, да, вот с таким вот вкусом, да, вот это все-таки, да, умудрились католики. Ну, хорошо, народ по умолчанию грешники. Ну, мы это уже понимаем, потому что вот не согрешишь, не покаешься и так далее. Ну, есть такая вот парадигма. Почему, собственно, вот эти юристы тогда настолько агрессивные, и почему мы наблюдаем вот фашизм? Ну, никто же не додумался до этого сжигать миллионами людей в печках. Почему именно те люди, которые называют себя верующими, которые рассказывали, что с ними Бог, а известно, что фашистские солдаты, они же себе носили же такие вот, я так понимаю, пояса там, где вот расписывали, что с нами Бог. Как вот эти люди, с которыми якобы Бог, могли додуматься до такого, как вот просто сжигание людей, причем это поставить, это вот системно, это не вот эмоция, это вот системный такой геноцид. Понимаете, опять-таки возвращусь к своей аналогии с юристами, да, то есть вот именно такой взгляд на человека, как просто на общественную функцию, когда-то высказал именно один из величайших богословов католических средних веков, Фома Аквинский, который сказал, «Персона и стреляция, человек — это отношение». Так а зачем уничтожать системно такое отношение? Потому что католики восприняли критическую массу светского элемента своего богословия. То есть из-за того, что в начале средних веков упала Римская империя и в Риме не оставалось какой-либо сильной власти, церковь оставалась единственной, более-менее централизованной, управляемой сильной структурой, это вынудило, как бы, да, ее взять на себя функции светского управления. Это в какие годы примерно было? Вернее, в какие века? Ну, падение Римской империи — это V век, но вплоть до того, пока Гарибальди не взял Рим, это XIX век, в Риме не существовало светской власти, была только папская. То есть фактически вот пиком папской власти, это был как раз там 1500 год, как раз когда уже проходили вот эти инквизиции, и все, кто не нравился папе, их просто сжигали на костра. Правильно я понимаю? Да, но я что хочу сказать, что, в принципе, вот такое юридическое богословие, вот то, что они взяли на себя функции светской власти, это все привело к тому, что церковь стала одной из светских институций. То есть она перестала быть общественной совестью, которая всегда должна останавливать общество и говорить, это неправильно, нельзя сжигать людей в печках, нельзя их обращать в рабов. Это привело к тому, что она просто становилась еще одной из общественных институций. Менялись общественные отношения, церковь приспосабливалась, потому что она элемент общественных отношений. Что касаемо инквизиции, это же, не забывайте, что период, когда зарождается капитализм. То есть отмирают феодальные отношения, на смену им приходит капитализм. Как следствие, растет социальная напряженность, растет борьба за политические права, потому что, например, есть дворянин, который по рождению обладает некоторыми правами, а есть купец, у которого очень много денег, но правами дворянства и участия в управлении государством он не принимает, потому что он худородный. Он рожден не в дворянском чине. Ну и, конечно же, что нашего торговца это не очень радовало, поэтому, конечно же, что он придет... Обычного человека вообще не радовало. Да. То есть, конечно же, что он попытается каким-то образом эту ситуацию менять. И возникает на этой почве ереси, потому что капитализм пробовал себя как-то вписать в идеологическую платформу. А идеологическая платформа в то время только одна — это вера. Вот сейчас у нас идеологическая платформа является, например, ценность либеральной демократии либо прав человека. То есть, если какая-то страна... Вернее, капитализм прикрывается вот этими всеми ценностями для того, чтобы скрыть свое потенциальное лицо, то есть человек человеку-волку. Правильно? Хоминис хоминис лупус эст. Да. Так вот, для того, чтобы обосновать свою роль в обществе, возникает, например, кальвинизм. То есть, такое претестантское течение, которое утверждает, что есть видимый знак богоизбранности, либо проклятие человека. Если человек богат, он богоизбран. Бедный проклят. Вот. Это же очевидно. Да. Вот. И вот возникает... Возникают вот на почве, да, вот такой вот, таких вот социальных процессов возникают разные ереси. Это было еще задолго, до 16 века, когда, собственно, разгул инквизиции случился. В свое время инквизиции душили ереси катаров и альбегойцев на юге Франции. И эти ереси имели те же социальные причины, потому что это был очень богатый регион и те же социальные обусловленные причины. Вот. И, конечно же, что старые круги, то есть феодальные дворянства, оно пыталось этому всему как-то противостоять. Пока церковь была элементом феодального общества, она, конечно же, пыталась давить вот эти протестантские ереси с помощью, в том числе, инквизиции. — Ну, опять же, давайте все-таки разберемся. А почему, собственно, они дошли до того, что начали сжигать людей в печках? То есть где вот основа церковная под вот этими деяниями? Я, например, не представляю. — Смотрите, если мы, опять-таки, оттолкнемся от Фомы Аквинского, скажем, про сона стрелять свой человек, это отношение. Значит, для того, чтобы появился идеальный человек, нужно, чтобы появилось идеальное общество. Именно это и лежит, этот пафос, вот эта логика лежит в попытках Запада строить идеальное общество. Будь то коммунизм, либерализм или инквизиция, что угодно. Вот есть задача построения всеобщего счастья на Земле, создания идеального человека. Значит, для этого надо создать идеальное общество. А если у нас тут в обществе есть вот какие-то еретики, которые мешают нам строить идеальное общество, или если есть язычники, ну то, конечно же, их можно грабить, конечно же, их можно уничтожать, эксплуатировать. — То есть это вот, знаете, как в том анекдоте, когда спросили у кого-то великого царя, а как сделать всех счастливыми? Он говорит, это очень просто, расстрелять всех несчастливых, да и все, и будет счастливое общество. Ну, примерно, я так понимаю, по такой логике католики выстраивали свое идеальное общество через различные политические партии, там, течения и так далее. — Да, опять-таки потому, что они сформировались в условиях, когда они кооптировали в свою догматику, в свое вероучение огромной критической массы светский элемент. — Хорошо, но, опять же, если вот мы пойдем дальше, например, когда они захватывали новые территории, когда захватывали вот Америку, они почему-то просто грабили ее и все, они не преследовали там цель создать какое-нибудь общество и так далее. То есть, ну вот, как получается вот сознательно, вот убийство, насилие, рабство, вот как это все, вот католическая вера принимала и не противостояла всем этим негативным античеловеческим направлениям, которые проявлялись в тех народах, которые исповедовали католическую веру? — Она не противостояла просто потому, что была частью системы. — Или была просто заинтересована финансово? — Да. Во-первых, в свое время, вот приведу вам такой исторический пример, у католического ордена иезуитов на территории современного Уругвая была целая страна во владении, которую они эксплуатировали. Почему? Они предпринимали попытки строительства, и там идеального общества, они ведь всех этих индианцев крестили. Вот приходил какой-то миссионер, какой-то индианск крестил. — А кто не захотел, вырезали. — Да. — Ну и как бы Бог там ничего, ни претензий не предъявлял ему? — Я думаю, что предъявлял и предъявит еще. Но все-таки, ну, папство опиралось своей политике того времени на Испанию и Португалию. В своей европейской политике. Поэтому это были страны, на которые папство делало... — Я бы с вами согласился, если бы, например, вот такие явления, как фашизм, там, нацизм, оно бы не зарождалось там в Италии, в Германии. Вроде как-то Испания, Португалия — это там одни страны, Германия, Италия — там другие. А фактически, что в Испании, что в Италии, что в Германии, именно религия была одна. И мы, опять же, как следствие ей видим вот такие проявления. — Религия одна, но, опять-таки, не следует забывать то, о чем мы уже с вами сказали, а не подстраивается под общество. Что-то, какие-то тенденции в обществе менялись. Католицизм всегда пытался под это подстроиться. Например, если рассматривать тот же немецкий нацизм. В советской школе нам очень много рассказывали о зверствах, о том, что вытворили эти нацистские звери. — Но не все рассказывали. Объективно, потому что не хотели разжигать межнациональную рознь. — Обходился один очень важный момент. Это то, что в основании нацистской идеологии лежит оккультное учение. Гитлер считал, что арийцы — это потомки титанов, на секунду. То есть это вполне себе языческое воззрение. — Не-не, это уже надстройка. Основа-то все равно была католическая. — Да, но и тем не менее, несмотря на то, что вот эта идеология была в корне языческой и человеконенавистнической, но тем не менее это не помешало папе в 1933 году с Германией подписать конкордат. — А что это такое человеческим языком? — Это соглашение такое, где прописывается такой договор между Святым Престолом и какой-то страной, где прописываются обязанности сторон. То есть мы вас признаем, мы вас не проклинаем, не отлучаем от церкви. — То есть Гитлер не отлучен был от церкви? — Нет. — В том-то и дело, что… — А, даже так. — Да, это очень интересный такой момент, что несмотря на то, что в свое время… — Просто об этом никто не говорит. — Что в свое время папа издал энциклику, где осудил нацизм как идеологию, но никаких шагов конкретных не предпринял. То есть да, он сказал, что возводить нацию в культ божества — это плохо, но как бы дальше ничего. То есть никто не был не отлучен, не были применены никакие-то там меры… — Ну вот каждая власть от Бога, это куда пошло? От католичества? — Это фраза, сказанная апостолом Павлом. Здесь власть, а еще не от Бога. Но, понимаете, есть границы некоторой очевидности. То есть если я открываю Библию, то для меня там есть симпатичные мне страницы, да? Это-то, например… — А есть не симпатичные? — Например, притча о блудном сыне, да? Вот. Если, скажем, представитель какой-то другой конфессии открывает, да? Есть для меня не симпатичные страницы в Библии, ну, например, там, где говорится, что не называйте никого отцами, да? Вот если открывает свидетели Иеговы, то для него будет там, например, не симпатичные страницы, где рассказывается там о том, что Моисей сделал двух хеувимов, то есть изображение, да? Вот. Поэтому вот если нам надо что-то оправдать, какие-то действия власти, то мы скажем, что нет власти, кроме не от Бога, да? Вот. То есть вот есть границы очевидности, вот. И они у разных, у разных людей, вот это бывает по-разному. Но учитывая, опять-таки, то, что католицизм воспринял большой светский элемент в свое учение, поэтому у них с этим проблем не было, что… Ну, власти, значит, каждый от Бога. И поэтому Гитлера обозначили, что, в принципе, он и от церкви не отлучен, и что может он дальше заниматься чем угодно. Да, его… Ну, это не то, что… Сотрудничество католической церкви с нацистами – это вообще очень отдельная, очень трагическая страница, потому что, скажем… А вот с этого момента поподробнее. Ну, например, папство и Ватикан помогло убежать от наказания многим фашистским зверям после войны. В частности, доктору смерти Адольфу Эйхману, там был такой епископ австрийский, вот, который этим нацистам делал паспорта. И Ватикан этим зверям помогал сбежать в Южную Америку. Это замкоменданта концлагеря Субибор, комендант концлагеря Треблинка. Вот. Всем этим людям Ватикан сделал документы и помог сбежать. Просто про эти факты, я так понимаю, что мало кто знает, правильно? Они есть в открытом доступе, но это не особенно то, что афишируется, о чем рассказывает. То есть, опять же, если мы берем советскую историю, то там не акцентировали внимание на том, что мы воевали не только с нацистами, то бишь с немцами, а мы воевали и с поляками, там были десятки тысяч поляков нацистской армии, там были и, в общем, все объединенные народы Европы в большинстве своем. Да, то есть это была не только Германия. Да, но опять же, об этом как бы вот скрывают, вернее, скрывали во всяком случае тогда, когда не хотели разжигать межнациональную рознь. Сейчас вот получается, когда идут попытки переписи истории, то мы, вернее, я во всяком случае не вижу смысла это скрывать, и нужно больше об этом говорить, чтобы люди понимали, что тогда происходило. Это на самом деле будет достаточно, если об этом чаще, это очень ужасная тема, потому что, скажем, профашистский маринеточный режим в Словакии возглавлял напрямую католический монах Тисо. А как же он получил-то рукоположение на все вот эти дела? Ватикан, опять-таки, не особо старался что-то в этом плане, какие-то конкретные шаги против нацистов предпринимать. Папа Пий XI Муссолини называл человеком, которого послало проведении. Были еще более трагические страницы, вот скажем, в той же Хорватии. В Хорватии во времена Второй мировой войны существовал один из самых жутких режимов в Европе. Это был режим Усташи, возглавляемый Антепавелычем. Проиталийский, профашистский режим. Но своими врагами Усташи хорватские объявили сербов. Ну, как сегодня у нас говорится о том, что главные беды украинцев, это из-за того, что москалисты ели наше сало. То же самое было в Хорватии. Все беды от того, что нас сербы угнетали. И вот только как Гитлер расчленил Югославию, хорватам дали марионеточную государственность под контролем итальянцев, и они тут же давай резать вековых врагов. Жертвами этого режима стали по разным подсчетам от 800 до 2 миллионов человек. На территории Хорватии был концлагерь, который на третьем месте по количеству жертв. Вот на первом Освенцим, а вот на третьем... То есть хорваты постарались? Да, концлагерь Ясеновац. Жуткое место. Там устраивались соревнования, кто больше из этих лагерных павочей, сербов за сутки перережет. С призами, со всеми вот вещами. Но дело в том, что вот этот режим благословил архиепископ Загреба и кардинал Хорватии Алоизий Степинац. Он очень и очень симпатизировал режиму Антепавелича. Папа Римский слал ему благодарности за... Ну а дальше получается схема такая, что все вот эти нацистские преступники, которые в том числе были и причастны к католической церкви, они покупали, я так понимаю, себе индульгенцию, и тогда папа ходатайствовал перед Богом, чтобы их не сильно наказали потом в аду, правильно? Папа старался... Не, вернее, я просто хочу схему максимально, вот, чтобы понятно было. Я вас удивлю. Алоизий Степинац, который благословил режим, уничтоживший такое количество православных сербов, папой Иоанном Павлом II, причислен к лику святых. Даже так. То есть пошли еще дальше. Это не просто индульгенция, это не просто, чтобы ему там в аду не так жарко было. Вот. Это канонизация. А ни у кого среди католиков не возникает претензий по этому поводу? Возникает, но вот тем не менее. Даже вот знаете, у нас в Украине есть пример. Тот же митрополит Андрей Шептицкий, не адский. Он же что же благословил? И Гитлеру верноподаннические письма писал. И при его, как бы... Не, ну если он прямо и Гитлеру писал такие письма, тогда, в принципе, с учетом новой трактовки истории, это почти герои Украины. Вот, так униатые требуют его канонизации. Папа Римский ведь тоже слал Алоизию Степинацу благодарность за делок о католичивании сербов. А католичивали как? Принимаешь католицизм? Ну, тут католики-хорваты. Вот. Ну, был шанс не попасть в Ясеново. А не принимаешь? Ну... Хорошо. А вот почему вот у нас таких вот массовых убийств не происходило? Мы же все равно тоже не белые пушистые. Конечно же. Я имею в виду православную. Конечно же. Православие тоже... Но, все-таки, таких перегибов я, во всяком случае, не припоминаю. Что вот так вот массово, и вот такая вот резня с экспансией, с геноцидом. Ну, то есть, нонсенс. Я так полагаю, что наши, вернее, как всегда старались договориться и миром решить любую проблему. Да, конечно же. Почему такая разница? Конечно же, есть вещи неприглядные в истории православной церкви. Ну, скажем, православная церковь Российской империи благословляла крепостничество вплоть до его упразднения. Тоже достаточно такой момент неприглядный. Но по сравнению с теми вот процессами, которые... Ну, это детская шалость, если его сравнивать. Да, действительно, масштаб далеко не тот. А почему у нас этого не происходило? А вот именно потому, что в отличие от католиков, которые человека воспринимают как общественную функцию, как отношение, православие изначально видело в человеке что-то большее, то есть ипостась. Слово ипостась по-гречески переводится как подоснование. То есть есть что-то такое в человеке, что нельзя свести вот только к его, ну, скажем так, телу. То есть вот, Дмитрий, когда мы с вами общаемся, на самом деле я вас не вижу, и вы не видите меня. Потому что когда вы смотрите на меня, вы видите некоторый такой суповой набор, и учитывая мою комплекцию, это не шутка. Ну, 85% воды там и так далее. Да, вот. Но с вами общается моя личность, которую я вашу не вижу, вы не видите мою. И вот православие всегда исходило из того, что для того, чтобы что-то поменялось в обществе, надо изменить конкретного человека. Надо изменить образ мышления, устремление каждого человеческого сердца. А не кажется ли вам, что все-таки поэтому у нас и прижился коммунизм? Потому что там тоже, опять же, ставили создание нового человека и создавали условия для того, чтобы этот новый человек появился. Давали соответствующее образование, социальные стандарты и так далее. То есть давали возможность человеку получить хорошее образование и развиваться так, как ему хочется. А вот на Западе почему-то это не прижилось. Потому что, я так понимаю, я хочу просто разобраться и ухватить вот эту самую суть. Как по-вашему? Почему у нас появился коммунизм и не появился на Западе? Почему у нас он прижился, а на Западе нет? Ну, он и у нас не прижился. Мы живем уже 30 лет. Тем не менее, 70 лет у нас он процветал на самом-то деле и вынес самые очень серьезные испытания вплоть до Великой Отечественной войны. Даже вот объединенные армии всей Европы не смогли ничего сделать. Они в конечном итоге были разбиты. Коммунизм предлагал также некоторые интересные вещи. В частности, я думаю, что если бы, вы правильно сказали, что если бы во время Второй мировой войны у нас была бы рыночная экономика, такой концентрации ресурса, такой быстроты управленческих решений и их исполнения не удалось бы достичь. Но все-таки почему у нас случилась та... Потому что фактически просто, если вот брать Великую Отечественную войну, это было соревнование капиталистической модели и социалистической в какой-то мере. И на практике, вернее, в войне мы были очевидцами, что эта модель победила. В некотором роде. Да, с военной точки зрения. Ну, с военной точки зрения победа состоялась в том числе и из-за того, что огромная работа по подготовке к войне была осуществлена до самой войны. То есть мы построили оборонную промышленность. Изменились некоторые отношения внутри общества. Дело в том, что я просто очень часто слышал вот такое сравнение, что вот вроде как и в Советском Союзе отрицали, запрещали всю религию, но там было больше верующих людей, чем когда не было этого коммунизма, когда вот были вот царские времена и так далее. То есть вот хотелось бы понять вот почему. Почему вот вроде как и отрицали всю религию, но если брать по поступкам, по мировосприятию и так далее, имеется в виду рядового гражданина Советского Союза, то там было больше богоугодных поступков, нежели при капитализме, когда вот человек человеку волк. Дмитрий, вы знаете, что во время войны Сталин согласился на возобновление патриаршества и на открытие ряда семинарий. Почему? Потому что война показала одну такую вещь. Да. Коммунисты отобрали во многом у народа историю. То есть юридические имена того же Александра Невского. Безусловно. К примеру, Соборова, да. Безусловно. Вот. Можно сказать, что в некотором роде преследует церковь. Коммунизм отобрал у народа душу. И вот когда случилось испытание, вот такое испытание, как Великая Отечественная война, оно показало, что народ, лишенный души, воевать не хочет. Он сдается в плен. Это трагедия 41-го года, когда у нас полки, дивизии сдавались в плен немцам. Потому что за колхозный строй народ особо воевать не хотел. Ему надо было возвратить имена. Ему надо было дать какую-то... Если хотите, опять-таки, вернуть хотя бы подобие души. Поэтому церковь перестала так жестко быть преследуема. И были даны некоторые послабления. А вот хорошо. Если вот у нас было такое противостояние фашизму, у нас были очень сильные партизанские движения и так далее. Почему в странах Европы мы такого не наблюдали? Это все же познается в сравнении. Почему вот Украина, Беларусь, там просто ужас, что творили с немцами партизаны. А если мы возьмем европейские страны и начнем просто анализировать, ну, это просто ни в какие ворота не лезет. Там люди, люди, абсолютно другое восприятие. Они говорят, ну, Великая Отечественная война, у нас там вместо 50 сортов сыра появилось 15. Было очень тяжело. Но как вот... Вот восприятие абсолютно разное. Вот почему так? Понимаете, у нас действительно была война на выживание. Гитлер не скрывал, против кого он воюет и где он хочет найти жизненное пространство. Но это все в 1923 году Майнкампфе описал. Что касаемо Европы, то... Европеец — это человек, который, ну, скажем так, всегда жил вот в уютном таком вот своем мирке, да, вот своего, своего города, да. Вот, поэтому он всегда пытался как-то приспособиться. Ну, вот была одна администрация, но пришла другая. Ну, и им тоже нужны будут учителя, врачи, управленцы и так далее. Лавочники там и так далее. Да, 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 да. Кучеры и проститутки. Да, им нужны будут, будет этот персонал. Ну, поэтому, чего переживать. Вот, ну... А почему у нас не так? Кроме того, мне кажется, что в Европе, ну, это чисто мое мнение, что в Европе не было сильного движения сопротивления. Ну, кроме Франции. Оно там не в сравнении с нашим, но все-таки было, да. Деголь возглавлял это французское движение сопротивления, но это все равно не в сравнении с тем, как боролись мы. Мне кажется иногда, что Гитлера специально усиливали, сдавая ему одну европейскую страну за другой. Надо было дать ему сильную промышленность, надо было дать ему... Ну, знаете, централизировано, я бы согласился, наверное, что это делали на уровне условно правителей, а на уровне народа. почему не было вот такое вот отторжение всей вот этой вот, по сути, фашистской идеологии, потому что, ну, поляки же, наверное, тоже понимали, что в конечном итоге богоизбранный народ-то немцы, а поляки-то здесь при чем? Ну, это же не нужно быть сильно умным, чтобы понять, что дальше будут делать немцы с поляками, когда закончат с... С Советским Союзом, с евреями и так далее, с кем-то они планировали закончить. Но, тем не менее, они встали под ружье и шли за рейх убивать. Ну, к сожалению, к сожалению, даже у нас находились такие, которые вставали за рейх и шли убивать, понимая участь, понимая, что... В процентном соотношении, опять же, если вот брать это в процентах, примерно 95% граждан Украины, вернее, современной территории, встало под ружье именно в Красную Армию. А вот эти вот части, которые там западной Украины и так далее, всевозможные террористические движения, да, там были попытки и были случаи, когда встановились прям под ружью и рейху. Но, опять же, а вот почему на низовом уровне вот не было сопротивления европейских народов? Связано это с религией или нет? Думаю, что в некотором роде можно сказать, что пассионарность такая, да, то есть неумешательство католической церкви могло добавлять вот в это такое соглашательство европейских народов свою лепту. То есть то, что церковь не возглавила, даже на уровне каких-то практических действий, не покаталась. То есть она не дала сигнал, что это враги? Да, то есть учитывая то, какую широченную, скажем так, агитационную сеть имеет церковь, потому что храмы... Конечно, я же поэтому и говорю, и это интересно. Да, и ничего такого, потому что католическая церковь в том числе подпирала фашистские и и нацистские режимы. Скажем, в Испании, да, католическая церковь поддержала генерала Франко. В Италии, когда там пришел к власти Муссолини, практически сразу же католическая церковь подписала тот же конкордат, тот же соглашение с Муссолини. И на выгодных условиях. То есть мы доминирующая конфессия, мы занимаемся делами бракосочетания, ну, а вашу власть мы поддерживаем и не протестуем. Вот, то есть они получали от этого сотрудничества некоторые свои будут. Хорошо, а вот, опять же, вот, если вот понимать, у нас же все равно корень-то один у православия и у католичества, то вот какие вот именно вот фундаментальные ограничения и какая фундаментальная разница именно вот про православие и католичество? Что не дало православию, стать частью вот этого вот католического мира? В чем разница такая принципиальная, что наши деды и прадеды отдавали за это жизнь и особо не щадили себя? И не щадили врагов своих? Понимаете, даже даже тот коммунизм, о котором мы сегодня говорили, да, он дает много ответов о человеке. Да? Из-за того, что я имею тело, я хочу есть, у меня есть некоторые потребности. Действительно, марксизм объяснил очень много вещей в человеческой истории, почему происходили войны, революции и так далее. Но все-таки человек не сводим вот только к потреблению, все-таки человек не сводим к своей сексуальности, да, у него есть какая-то какая-то неудовлетворенность, что-то остается. Но вот если католицизм предлагает человеку только мирские ответы, то этот голод в католицизме, он просто не будет удовлетворен. Православие именно из-за того, что рассматривало человека в первую очередь как личность, как личность, как душу, вот, оно все-таки давало человеку намного больше возможностей реального богообщения. А вот как вы считаете, вот, если бы у православия была такая вот лазейка, как индульгенция, то есть это, чтобы, получается, священник был, условно, прокурором, который ходатайствует к Богу, чтобы он не так сильно наказывал грешника. Вот если бы вот был вот этот треугольник, у нас, вот было бы кардинальное отличие от католиков или нет? У нас такое не могло возникнуть в силу того, какое у нас богословие. То есть, еще мы исходим. Ну, вот объясните, почему? Я понимаю. У нас разный взгляд на экклезиологию. То есть, вот, в католической вере это норма считается. Почему у нас этого не может быть априори? Ну, вот объясните. Ну, смотрите, католицизм исходит из того, что источником, что есть наместник Бога на земле, Папа. И он, причем у католиков после Первого Ватиканского собора даже безгрешен. Вот, даже так. Мы же считаем, что Церковь имеет всю полноту благодатных даров. Церковь, как сообщество всех людей, всех верующих людей. Не только какой-то там патриарх наш или еще кто-то, который имеет особую какую-то благодать. Вот, подписал индульгенцию и человеку там уже в чистилище полегче, либо в раю вот. Действительно, в эпоху Возрождения был один папа, который издал индульгенцию, вернее, буллу, и предписал ангелам перенести грешников, за которых родственники уплатили нужную сумму, перенести ихние души с чистилища из ада в рай. То есть, он приказал ангелам. Сроки поставил? Да, у нас же... В этом документе, наверное, ангелов, наверное, срок какой-то поставил. С такого-то по такое-то число. О сроках не скажу, но повеление было. От папы ангелам, да. И вот действительно, то есть, у нас в связи с тем, что мы понимаем церковь как сообщество независимых местных церквей, то есть у нас есть поместные церкви, что мы понимаем церковь не как одного, одну личность, папу, а именно церковь как сообщество и единение всех верующих во Христа христиан, у нас просто в силу вот этих богословских различий и взгляда на церковь у нас не могло возникнуть практики торговли индульгенцией. А вот получается, ну вот насколько я помню, если вот убиваешь неверного, вот при мусульман, вот если вот брать мусульманское направление, там есть радикальные течения, там вот говорят, убиваешь, значит нормально, счастье тебе будет. Что-то подобное есть вот у нас в православии или у католиков? У католиков было и даже не раз, особенно, скажем, когда они подавляли Альбегойскую ересу, которую я уже сегодня вспоминал на юге Франции, вот, это они полностью вырезали, то есть папа объявил туда крестовый поход, и крестоносцы там поголовно вырезали целый регион. Есть такие подсчеты, что крестоносцы во время подавления этой Альбегойской ереси убили около миллиона человек, причем кардинал, который руководил вот этим всем погромом, говорил следующее, убивайте всех, а Бог разберется, кто его. Ну, то есть там тоже есть вот такие направления, что, мол, если они не в нашей вере, значит, если ты их убьешь, это не грех, ну, потому что есть же заповеди, не убей, правильно? Исторически такое было, опять-таки, то есть Ватикан не мог не знать, что вытворяли усташи в Хорватии, и не мог не знать, что ихний кардинал на месте это все благословлял, и не мог не знать, каким образом хорватские власти заставляют сербов принимать, православных сербов принимать католичество, не мог не знать. Но это было, им выгодно росла их паства. Какая-то сокращалась, а какая-то росла, или как? Ну, схизматиков, православных обращали в католицизм. А вот у нас, у православных, вот если вот идет какое-то столкновение, не знаю, или там, вот почему вот у нас нету такого вот жесткого отторжения других религий, и вот нету такой вот агрессивной, во всяком случае, может, вы меня поправите, были ли такие случаи, что вот православные, вернее, православные каким-то образом инициировали там уничтожение другой группы населения, которое просто исповедовало не ту веру, и это было главной причиной резни. Ну, иногда такое случалось и у нас, к сожалению, вот когда шло освоение Сибири, то оно же, конечно, не могло произойти ну совсем так вот гладко, да, что вот всех христианизировали и только проповедью, да, и чтобы нигде там не было, чтобы нигде слово Христово и Евангелие не неслось на пиках стрельцов, да, и рушек. Но опять же, у нас очень комбинированное. Ну, все-таки поедете в Сибирь, там есть эти чукчи, венки, и коми, а вот ацтеков, инков и майя нет. Их ассимилировали или вытоптали. Почему? Потому что все-таки православие, оно исторически формировалось в Византии. Византия была империей многонациональной. Да, стержневой народ Византии это греки, потому что мир Византии это мир греческой философии, греческого языка и так далее. Но тем не менее там императорами были многие сирийцы, армяне, болгары. Вот, то есть отношение было терпимое, потому что все-таки мы помнили о том, что во Христе нет ни елина, ни иудеев. Интересная аналогия, если брать Советский Союз, там же были и грузины, и украинцы во главе стояли. И вроде как бы тоже можно аналогию своеобразную провести. То есть просто вот связи и что вот таким образом у нас тоже формировалось почему-то общество в те времена. Ну, полностью аналогию не проведешь, хотя бы потому, что в Советском Союзе не было симфонии светской власти и церковной власти, как это было в Византии, полностью Она, наверное, была просто уже в другом формате, в более ограниченном для церкви, мне кажется. Ну, исходя из коммунистической идеологии, соответственно, учения Маркса, если в коммунистическом обществе не должно быть конфликтов, потому что конфликт порождение социального неравенства, а если все социально равны, то как бы и не должно быть ни в в том числе и национальных конфликтов, потому что нечего делить, все социально равны. Не, ну, загласитесь, в чем-то было здесь и рациональное зерно, потому что уровень преступности, если мы возьмем, например, социалистические страны, даже сейчас, даже вот если вот брать Кубу и весь латиноамериканский регион, то Куба по безопасности ну, вот впереди планеты всей, если вот брать весь регион, там не капитализм. В социалистических странах надо добавить еще и роль аппарата государственного в обществе. Безусловно. Да, и спецслужб, и полиции, и полицейских органов. Но опять же, если мы будем смотреть, сколько людей в тюрьмах сидит, а сколько людей на свободе, если брать соотношения с тысячей населения, и сколько людей в местах не столь отдаленных, то почему-то именно в апологетах капитализма сидит больше всего, и в Америке, как мы знаем, просто, ну, с гигантским отрывом больше людей сидит на тысячу людей. То есть, это, по сути, та страна, в которой больше всего людей сидит в тюрьмах. У нас тоже однажды случился момент, когда государство, используя свои полицейские функции и риторику защиты общества от, в том числе, классовых врагов, сотворило очень и очень трагическую вещь. У нас, к сожалению, были, был 37-38 годы, у нас были годы, когда тысячами и тысячами стрелялось духовенство, потому что это был классовый враг. У нас это, к сожалению, тоже было. Но, да, как-то, учитывая, даже там, не знаю, я это время не особо застал, но учитывая хотя бы рассказы там своих родных старшего возраста, было побезопаснее. Я понял, я понял. Ну, что ж, спасибо большое, что уделили все-таки время, пришли к нам на программу. Я думаю, что вот это очень интересная тема, когда вот мы разбираем и докапываемся до судья. Мне бы хотелось еще сделать отдельную программу, чтобы были представители католической церкви, и вы, и мы в режиме дискуссии тоже могли бы подискутировать на все эти темы, чтобы не было одностороннего вот такого именно вот обсуждения, все-таки, чтобы была какая-то динамика и так далее. Я думаю, что могут и представители других тоже, там, религий, присоединиться к нам, но я думаю, это будет уже в следующих программах, а сейчас все-таки время программы подходит к концу, поэтому до скорого. Это была программа «Без протокола». С вами был Дмитрий Василец. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова